Опрос, проведенный агентством Reuters среди жителей США, показал, что 82% взрослого населения страны считают Россию агрессором. Буквально два года назад такого же мнения придерживалось 76% американцев. Самой главной причиной стремительного роста результата опросов является дезинформация американских СМИ, которые, не уставая, продолжают называть Россию угрозой. Так считают представители делегации Центра гражданских инициатив США. Гости страны продолжают свое путешествие по России в целях сбора информации о жизни. Так, 17 марта американская делегация открыла для себя Казань. Как отметили сами делегаты, американские СМИ как минимум заблуждаются. И теперь избавление от дезинформации относительно России является их самой главной миссией. Средства массовой информации Америки полны мифов и легенд. Есть такие политические круги, которым выгодно создавать напряжение между странами. Я очень надеюсь на то, что данная ситуация исправима. Первое, что привлекло внимание зарубежных гостей, это одна из известнейших в России кузнец кадров Казанский федеральный университет. Делегаты не упустили возможности открыть для себя историю старейшего вуза России и особенности современного российского образования. Меня очень беспокоят российско-американские отношения. Я считаю, что нам необходимо тенденторное сотрудничество, чтобы избавиться от дезинформации в американских СМИ. Несмотря на то, что показатели американских опросов говорят о том, что в Америке процветает антироссийская пропаганда, Центр российских инициатив США рассуждает совершенно иначе и уже поставила перед собой весьма амбициозную задачу — развеять мифы и самые громкие заблуждения. Аделья Шамилова, Роман Самарин, Универньюс.